По следах «Перамоги» онлайн-проект под такой назвой проводит Белорусская Республиканская Пионерская Организация. Инициатива, присвеченная 75-ти годзю «Перамоги» в Великой Айчинной войне. Гульня складается с четырех этапов. План «Барбароса», «Ведай наших», «Операция Багратион» и «Перамога». Кожны с тура уразличены на тыдень, на протягу якого пионерам выдаются заданни. Удельники будут собирать пазлы, выконывать песни военных ходов и шукать зашифрованное послание. Их это все в режиме онлайн. У опошний день проекта будет створена виртуальная аллея героев Великой Айчинной войны, где школьники смогут рассказать про подвиги своих протков. Мой прадед Басов Павел Семенович тоже воевал. В 1943 году, в 18 лет, он был призван в минометные войска. Участвовал в освобождении Праги, был награжден медалью за отвагу и почетной грамотой с просписью командующего фронта. Моя бабушка Аксененко Надежда Степановна во время войны осталась без родителей. И она прошла вот эти все ужасы, и я ей очень горжусь. Сегодня я расскажу о своем прадеде Шиловиче Михаиле Анудреевиче. Он был призван в ряды Советской армии в 1944 году. Служил артиллеристом. Он участвовал в операциях по штурму Кёнигсберга и Берлина. Мой прадед служил и воевал в этой войне. Его звали Дарняк Владимир Николаевич. Он получил медаль за храбрость и орден Красной Звезды. Долучиться до проекта можно в любой час. Холовная умова – выконать все задания, начиная с первого. Знасти их можно в официальной группе белорусской пионерской организации «Уконтакте». Вырошенное задание необходимо выкласть на свою сторонку. Проект завершится 9 мая. Непосредственно сама изюминка этого периода нашего интернет-проекта – это то, что он действительно стал интернет-проектом. И то, что сегодня дистанционно ты можешь участвовать в нем. Это позволяет и охватить больше ребят на сегодняшний день. Это позволяет сделать интернет более полезным. А это, наверное, основная изюминка, которая есть. То есть мы дистанцировали с одной стороны ребят, но вместе с тем насытили интернет именно действительно интересными и полезными вещами.